Продолжение следует... И такое количество учеников, которые я просто не ожидал, потому что летом, казалось бы, все в отпуске, казалось бы, все бассейны закрыты. Но, тем не менее, такое количество заявок получил и в Москве, и в Питере, что теперь я точно понимаю, что, конечно же, я буду приезжать и в дальнейшем, и планировать свои поездки не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие города, и в другие страны, и в Азербайджан, и в Грузию, и в Казахстан. Обязательно в Крыму побываю, обязательно в Сочи, обязательно буду проводить тренировки в Таиланде. К слову сказать, да, следите за новостями в описании, в анонсах на YouTube-канале и на моем сайте. Если в Москве и в Санкт-Петербурге у меня уже есть те места, есть понимание, в каких бассейнах я буду проводить тренировки, то, что касается Крыма, что касается Сочи, что касается Казахстана, Грузии, Азербайджана, пока еще нет понимания, в каком бассейне я буду проводить эти тренировки, потому что не везде пускают, есть свои тренеры, есть свои правила. И поэтому, уважаемые ученики, кто хочет в этих городах со мной потренироваться, и если есть видение, в каком бассейне можно провести такие тренировки, куда нас пустят и где, внимание, обязательно будет мелкая часть бассейна, где даже невысокая женщина может стоять, и уровень воды будет ей не выше груди. Так вот, именно в таких бассейнах мы будем прицеливаться и будем планировать наши тренировки. Пишите обязательно мне сообщение, если вообще вы мне сможете помочь с организацией этих тренировок, вот со всей организационной частью, то непосредственно для вас, вот мои помощники, будет персональная скидка на обучение. Теперь о моей последней поездке и главном открытии, главном инсайте, который я получил, обучая своих учеников, это были взрослые люди. Так вот, мои взрослые ученики совершают пятую главную ошибку при обучении плавания кролем на груди, как, впрочем, и другими стилями, о которой сами даже не подозревают. Вы поняли, мои уважаемые ученики, что вы приходите в бассейн с определенной инерцией, с определенным настроем. Ну уж, коль заплачено за абонемент, коль потрачено время, то нужно и технику себе поставить, и проплыть побольше. Так вот, это невозможно. Запомните, пожалуйста, если вы хотите себе поставить технику, на ближайшие полтора-два месяца нужно сохранить следующий алгоритм тренировок. Смотрите и запоминайте. Этот алгоритм я отрабатывал годами на тысячах и тысячах тренировок с разными совершенно учениками, и он работает. Первое. Надо в течение нескольких тренировок отработать в бассейне скольжение в стрелке таким образом, чтобы вы опирались не только на грудь во время этого скольжения, но, внимание, и на лицо. Только в этом случае вы будете иметь две точки опоры во время плавания любим стилем – лицо и грудь. Второе. В бассейне и на суше в течение пяти-семи тренировок нужно отработать правильное движение руками во время грибков, сначала стоя на ногах, обязательно, и только потом проплывая на задержке дыхания. Третье. В бассейне на мелкой части в течение трех-пяти-семи тренировок отработать правильную работу ног, отдельно, без помощи рук, из положения стрелочка. Внимание! Без использования доски, ибо она только мешает отработке техники. По три-пять метров на задержке дыхания. И упражнения на отработку ног можно чередовать с упражнениями на отработку рук. Половина часовой тренировки – это руки и половина ноги. Четвертое. Начинайте плавать в полной координации на протяжении еще пяти-семи тренировок по 40-50 минут каждая. Внимание! Каждый ваш заплыв на задержке дыхания должен быть не более трех-пяти, но максимум семи метров на мелкой части бассейна. После чего вставайте на ноги, дышите и по новой. Важный момент. Плывите 3-5, максимум 7 метров на задержке дыхания и не доводите себя до предельного состояния, когда еще чуть-чуть и воздух уже закончится. Потому что вот именно в последнее это состояние, в последние 2-3 метра, которые вы плывете уже на пределе, вы напрочь выключаетесь, напрочь выключаете свою концентрацию на правильных движениях, а думаете только о том, как бы подышать. Поэтому вставайте загодя, когда у вас есть еще запас воздуха. Это первое. Второе. Плывите, пожалуйста, медленно. Вот это самое главное в этом ролике, о чем я хочу вам сказать. Плывите медленно, медитативно, вдумчиво, как шаолиньский монах. Медленно. Потому что именно совершая медленные движения, вы сможете контролировать правильность ваших движений. И не обращайте внимания, что скорость вашего продвижения очень невысокая. Вам важно перебить автоматизм неправильных движений, которые вы совершаете в привычном, быстром темпе. Медленным, медленной наработкой, медленными правильными движениями. Только спустя какое-то время у вас начнет нарабатываться автоматизм правильных движений. И еще. Не реже, чем раз в три тренировки, снимайте, пожалуйста, себя на смартфон, на свой смартфон. Буквально 30-40 секунд, не больше. Найдите такую возможность. Я сам ей постоянно пользуюсь. И вы себе не представляете, насколько это эффективный механизм. Нет лучшего мотиватора и лучшего учителя, чем просмотр собственных видео, собственных записей, как вы плывете. Даже если вы не тренируетесь тренером, просматривая видеозаписи, как плывут опытные пловцы, и сопоставляя видеозаписи, как плывете вы, вы тут же увидите свои ошибки и не позволите им развиваться в дальнейшем. Потому что если вы не снимаете, вам кажется в глубине души, что вы плывете, как Майкл Фелпс, а на самом деле вы уже начали совершать какую-то ошибку и не чувствуете, не видите ее. Так вот обязательно снимайте себя, найдите, повторю, эту возможность. Доброжелательно попросите соседа по дорожке, либо товарища, либо родственника, либо даже инструктора на дорожке, который, если вы его доброжелательно попросите, буквально на одну секундочку, он запросто может это сделать и снять вас. И тогда ваше обучение будет более эффективным и продуктивным. И если на первых тренировках при плавании в полной координации надо обязательно останавливаться через каждые 3, 5, 7 метров, то потом, когда вы уже будете понимать, что все движения совершаете более-менее правильно, вот тогда уже можно использовать фронтальную плавательную трубку. Она очень удобная даже для новичка. Высоко расположена над водой, имеет специальный клапан, через который удаляется вода, даже если она случайно попала вовнутрь. С помощью такой трубки вы сможете плыть спокойно бассейн за бассейном, нарабатывая правильные движения, не отвлекаясь на остановки, следя только за правильностью работы рук, ног и за разворотами корпуса. И только спустя 5-7 таких тренировок, когда уже наработаете правильный автоматизм движений, можно и нужно переходить к отработке дыхания при плавании в полной координации, сосредоточиться только на этом. Вот именно такой алгоритм обучения приведет вас к результату буквально через полтора-два месяца, и вы существенно улучшите свою технику плавания. Первое. Отработка стрелки и баланса. Второе. По отдельности отработка движений рук. Третье. По отдельности отработка движений ног. Четвертое. Плавание в полной координации на задержке дыхания и с трубкой. Пятое. Отработка дыхания при плавании в полной координации. И обязательно снимайте свои заплывы. Таким образом, вовремя будете корректировать свою технику. Ну а если вы хотите в деталях узнать, как правильно выполнять все движения и поставить себе технику в кроли, брасе или бутерфляе, переходите на ссылки к этому видео и сможете узнать, как приобрести пошаговые видеокурсы нашей онлайн-школы плавания с персональной безлимитной поддержкой. Каждый наш ученик в своем личном кабинете получит не только бессрочный доступ ко всем видеоурокам по каждому стилю плавания и сможет их смотреть с любого устройства, включая смартфон, но также станет участником наших закрытых групп ВКонтакте, где мы с нашими тренерами-кураторами разбираем плавание каждого ученика, подсказываем, как исправить ошибки и ведем его до результата, без ограничения по времени, к правильному и красивому плаванию. Присоединяйтесь к нашей дружной плавательной компании. Это интересно, увлекательно и очень эффективно. А на этом пока прощаюсь. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если видео показалось полезным. И до встречи. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok